Привет, на связи Сергей Уреску. Наверняка ты начинающий предприниматель и хочешь открыть ООО или ИП. А задумывался ли ты о том, что есть такая форма ведения бизнеса, как акционерное общество? А знаешь, в чем преимущество акционерных обществ? Смотри, в России целых три миллиона ОООшек и всего-навсего 50 тысяч акционерных обществ. Но с другой стороны, если загуглить, то мы увидим, что топ-100 и российских и международных компаний это только акционерное общество. Необычно, не правда ли? Если ты хочешь построить действительно крупный масштабный бизнес, то рассмотри форму акционерной компании для своего ведения бизнеса. Давайте разберемся, почему акционерное общество так популярны среди крупных масштабных предпринимателей, которым, я уверен, ты и являешься. Во-первых, акционерная форма предназначена специально для привлечения инвестиций. Главное отличие акционерного общества от ООО в том, что твой инвестор из акционерного общества не может просто так выйти. Он не может в любой момент потребовать своей доли и выйти из состава акционеров. А вот в ООО, если твой партнер, твой инвестор в любой момент захотел выйти из бизнеса, то ты обязан выплатить ему действительную стоимость доли, заплатить рыночную стоимость и он уходит из твоего бизнеса. То есть твой бизнес очень незащищенный и очень уязвимый. Это первое главное отличие. Второе отличие. Реестр акционеров в акционерном обществе ведет регистратор. В ООО реестр участников ведет налоговая инспекция и сделки удостоверяет нотариус. Таким образом, в ООО никаких удаленных сделок, никаких сделок по заниженным тарифам, потому что у регистратора централизованные дорогие тарифы на операции по смене учредителя, по привлечению инвесторов. А в акционерном обществе вы можете сделать это первое удаленно, а второе по упрощенной схеме через регистратора по довольно дешевой цене по сравнению с ООО. Третье отличие. В ООО количество ваших участников ограничено пятью десятью. Поэтому выстроить действительно крупную сеть партнеров не получится. В акционерном обществе количество инвесторов не ограничено никаким числом. Это были три основных отличия акционерного общества от ООО. Если ты хочешь получить гайд еще по семи отличиям ООО от ООО или получить пять способов привлечения инвестиций в акционерное общество в упрощенном порядке, то оставляй заявку в ссылке по данным видео. Сергей Урескул был на связи.